Сегодня мы поговорим о том, как раскраивать ткани, скользящие на столе. Они обычно катаются по столу, нестабильная долевая нить, которую нужно обязательно выдерживать вертикально в лекалах, если, конечно, крой не по косой. Что делать, как кроить? Все новички боятся таких тканей, но с ними справиться можно и сегодня мы поговорим как. Так, самое простое, вы можете на стол положить что-то хлопковое, как, например, бязь, простыня хлопковая, и тогда ваша ткань, хотя бы нижняя, не будет кататься по столу, но верхняя все равно она катается уже по самой себе, потому что мы краим, когда ткани складываем вдвойне обычно. Что мы делаем? Давайте сначала определимся, долевая нить. Вдруг кто-то не знает, что такое долевая нить. Долевая нить идет параллельно кромке ткани, параллельно. Она держит на себе весь вес ткани. Как вам объяснить? Вот смотрите, дома строят сейчас, делают сваи сначала, да, они строго вертикальные, а потом уже на сваи делают плиты. И если эти сваи, они строго вертикальные должны быть в земле, будут чуть-чуть хотя бы немножко, нет, под прямым углом к земле, то когда на них налепят все остальное, они просто упадут под тяжестью. Правильно? Так вот, ткань так и плетется. Сначала на станке идут вертикальные линии, натягиваются нити вертикальные, а потом на них уже вот так вот натягивается уток поперек. И вот если мы с вами, когда кладем выкройку и выкраиваем, например, деталь футболки, полочка или спинка, неважно, чуть-чуть долевую нить положим на ткань, не подолевой, а чуть-чуть ее под наклоном положим, то что потом произойдет? Я думаю, что у всех у вас были такие когда-то футболки, которые вы постирали, повешали, а они у вас вот так вот на одну сторону вытянулись. Вот как раз в таких футболках нарушена долевая нить. Она должна быть строго вертикально, земле, полу, когда мы ходим, когда мы сушим, да, у нас идет вытяжка подолевой. Если долевая была чуть-чуть наклонна, то и вся футболка под своим весом, вспоминаем дом, да, она вся по косой вот так вот и вытянулась. Поэтому во всех изделиях долевую всегда соблюдаем. Есть, конечно, исключения, когда специально нужно по косой что-то крыть, но тогда мы это обговариваем. И в лекалах написано, что выкладываем по косой, по косой 45 градусов, и как-нибудь в будущем мы об этом с вами тоже поговорим. Сегодня пока про шелковые ткани. Предположим, что у меня ничего на столе нет, ну, в принципе, у меня и нет. И мне нужно выложить ткань для раскроя вот такую скользкую. Во-первых, сначала я ищу, конечно, у нее кромку. Кромка – это долевая нить. Параллельно ей идет долевая нить. Складываем лицевыми сторонами вовнутрь, совмещая кромку. И теперь маленькая хитрость. Как бы мы сейчас с вами скользкую и такую пластичную ткань не раскладывали на столе, мы не сможем ее ровно под линейку выложить, чтобы шла линия. Ее немножко все равно будет косить. Для этого, чтобы мы выдержали строго угол 90 градусов, и у нас, конечно, эта долевая была уже перпендикулярно полуровно, мы идем на край стола и начинаем эту кромку выкладывать по краю стола. Смотрите, даже так, если я сейчас выкладываю кромку и вот так вот распрямлю, то все равно там все гуляет и ездит. Поэтому нужно не просто кромку по столу выложить. Аккуратненько. Вот так выкладываю всю кромочку, выкладываю. Стол у нас прямоугольный, да? У него прямые срезы, поэтому мы на него надеемся. И всю кромочку мы выкладываем по столу. Так, прижму немножко ткань. Есть у меня такие грузики в виде камушков с моря. И теперь этот угол. Этот угол выкладываем здесь под 45 градусов. Ой, 45, 90 получается. 90 градусов. И уже распрямляем всю нашу тканюшку вот в эту сторону. Ориентируемся на этот угол. Конечно, здесь есть еще одно условие, что у вас ткань должна быть выкроена. И поперек ровно по уточной нити, то есть по поперечной. Если сомневаетесь, что у вас выкроена ровно, вы можете вытащить одну ниточку поперечную. И она вам покажет строгий угол 90 градусов. И вот так вот аккуратно, никуда не торопимся. Когда мы работаем с шелком или с какими-то деликатными тканями, главное не торопиться. Любить эту ткань. Вот я сейчас здесь поразглаживаю ее, она сверху немножко с того угла сдвинется. Но сейчас я все складочки снизу уберу, чтобы все хорошо было. Вот так вот гладим ее, любим, а не ругаем. Если вы будете ткань ругать заранее, у вас она и не будет получаться в шитье. Так. Видите, какая прекрасная ткань, прекрасная. Шелковая. Красивая. Главное дружить и с тканью, и с машинами. Почему я так долго здесь выглаживаю? Потому что я чувствую, что здесь складочка заложилась. И я ее расправляю. Так, все, складочку здесь я расправила. Здесь все у меня идет. Здесь прощупываю снова складочка. Тканюшки на нижней стороне. Не забываем, что мы любим ткань, любим. Сильно любим. И вот здесь все, я чувствую, что складок никаких нет. Снова иду к этому уголочку. Его расправляю. Ровно по этому углу. То есть здесь у меня ровненько лежит, здесь ровненько лежит. Значит и здесь у меня вся долевая нить, она соблюдена. Все, сейчас ткань лежит ровно, прямоугольником. И теперь можно кроить. Приступать к раскрою. Накладывать лекала и вырезать их. Пока уберу, попозже выкрою, чтобы вам побыстрее показать, как резать. И следующее, что нужно сделать, видите, булавка не подходит под такую ткань, начинает ее тянуть. Теперь задача такая, что когда мы будем раскраивать, вырезать, то есть, да, нам нужно так же, чтобы ткань оставалась на своем месте. Ткань больше не елозим, не дергаем. Самое главное, мы ее не поднимаем. Все новички начинают поднимать ткани. Этого делать особенно в шелке нельзя. Все, мы все выровняли. У нас все тютелька в тютельку. Теперь только как феи надо вокруг бегать и все это вырезать. Не дышим, скажем так. О, там, знаете, как у меня в очной школе. Все вот так вот мы не дыша выложили. Все хорошо. Я отворачиваюсь. Девочка одну деталь выкраивает. Ей там что-то там не подлезть, якобы не подлезть, можно подлезть всегда и везде. Она берет вот так вот и переворачивает. Это все, это катастрофа. Опять нарушились все линии долевые, понимаете? Нельзя так делать. Стоило мне отвернуться, и там все, мне перевернули. Пришлось снова все выклазать. А, ну там уже вырезано было. Вообще, в общем, очень неудобно стало. Теперь берем ножницы. У меня есть ножницы такие для тонких тканей, специально для шелковых. И немножко с зазубринками. И по контуру выкраиваем. Что мы делаем, чтобы ткань не елозила? Вот здесь я уже выкроила. Ткань не то, что не поднимаем. Мы ее еще и ручкой придерживаем. Придерживаем рукой. И режем. Для чего у ножниц вот такие плоские здесь одни ход? Как это сказать? Ручка. Чтобы как раз-таки чем меньше ткань поднималась наверх, тем это будет качественнее. Держим. И прижимаем прямо ткань к столу. У всех новичков действие идет обратное. Все начинают ее поднимать. Особенно в шелковых тканях. Это, конечно, нельзя. Так. И вот так вот ходим вокруг детали, прижимая ручками. Уже ничего никуда не съезжает. И потихонечку режем. Не забываем, что мы любим нашу ткань. Любим наши ножнички. Не торопимся. И все делаем с любовью. Это самое-самое главное. Я вас потом еще научу машины хвалить и гладить, чтобы они шили хорошо. Ну вот и так далее.